Труд Итак, знайте, жили вы до этого момента совершенно неправильно, и с этим надо срочно что-то делать. Благочинный обители, брат Занозий, расхаживал по храму перед ошарашенными монахами, в отсутствие настоятеля, переданными Аскету в послушание. Уезжая, отец-настоятель волновался и приговаривал. — Ты, главное, не натвори ничего такого, а то потом бегай по горам, ищи вас, строго по Евангелию давай, без излишеств. Ну, и началось. Перед первым же богослужением Занозий раскрыл Писание и прочитал. — Многими трудами надлежит войти в Царство Небесное. Занозий захлопнул книгу и победно посмотрел на вздрогнувших монахов, сделав многозначительную паузу. — Ну что? Возражений нет? Все хотят в Царство? — грозно спросил он братью. Возразить никто не осмелился. Царство хотели все. Только брат не дострадал, по наивности своей решил уточнить. А как же мы поймем, что потрудились достаточно, и нас впустят в Царство? С этим все просто. Ради великих наших трудов явится нам ангел и сообщит, чего мы достойны. Тут все поняли, что надо просто смиренно претерпеть все, что будет до возвращения настоятеля. И приготовились трудиться. Итак, начнем. Для начала надо отказаться от всякой вкусной еды, а особенно от сладких пшеничных булочек, которыми некоторые из вас подкрепляются между службами, чтобы по кельям не расходиться, только хлеб и вода. Повар, дородный брат Пуплий, застонал, выронил поликропила и медленно сполз под лавку в глубоком обмороке. Теперь по богослужению. Почему это у нас бдение длится всего пять часов? Непорядок. Уставщик. Да куда ты прячешься, брат Полифоний? Под лавкой и места-то нет. Доставай тайный тип икон древних монахов. Издание третье, непроверенное, но дополненное. Все шестьдесят томов. В общем, начали трудиться. Бдение теперь тянулось по двадцать часов с перерывами на моргание, тяжкие вздохи, краткую трапезу, хлеб, воду и засушенные ягоды дикого бесстыдника. Всю остальную еду отдали громадному рыжему монастырскому коту Артаксерксу, Серюшке. Тот, получив неограниченный доступ к ресурсам, на радостях так навкушался, что пришел в полное бесстрастие, застрял под табуретом и, чуть не плачь от бессилия, у Гурюба наблюдал за внеочередным разговением библиотечных мышей. Древний вавилонский язык был объявлен недостаточно древним. И Занозий достал из архива пыльные свитки в такой устаревшей редакции, что хор из этих текстов решительно ничего не смог спеть. А бесы тазумления стали видимыми и ходили по храму в полной растерянности, теребя перепуганных монахов за мантии с вопросами. А что сейчас было прочитано? И надо ли теперь трепетать, ликовать или коварно злорадствовать? Но братья лишь разводили рукавами дырявых ряд стороны, гладили плачущих бесов под шершавой черной шерстки за рогами и приговаривали. Да сами ничего не понимаем. Куда там? А вы бы покаялись, что ли, от греха подальше? Говорят, пара бесов послушались доброго совета, снова стали ангелами и поспешили покинуть обитель. А остальные уныло притихли, поджав хвосты, и оставили монахов в покое, как безнадежных для ада. Служили теперь с особыми трудами, подвесившись кверху ногами на цепях и раскачивались. На язык надевали вериги и так распевали псалмы. Чтобы приятный запах ладана из смолы и цветов не отвлекал от молитвы, благочинный принес завалявшийся в ризнице пронзительно смердящий состав из кизяка и выплюнутых верблюдами колючек, который горстями стал воскурять на службе. Результат, кстати, был ошеломительный. Никто не скончался, хоть брат Евдупли и закатывал глаза в крайних муках, а бесы слегка оживились. На второй день мухи человеческим голосом стали умолять проветрить помещение. На третью коризненно глядя на братью, вышли из монастыря все клопы и тараканы и молча двинулись в неизвестном направлении. На четвертый вышел из комы и 120-летний брат Полифепам, а хромой послушник Мельдоний с воплями убежал без костылей из храма в Килью. В общем, усложняли себе жизнь, как могли. Все по писанию. И тут, через неделю, в разгар всех этих трудов, явился им ангел и сказал. Ну вы, братья, совсем. В этот момент ударил монастырский колокол, и не все слова ангела удалось разобрать. С чего вы решили, что единственный труд, который от вас требуется, это бессмысленно усложнять себе жизнь? Слезайте с крючев, становитесь с головы на ноги, съешьте что-нибудь. Трудиться-то надо по-другому. Заповеди попробуйте соблюсти, ближних полюбить, что ли. Не осуждать, не завидовать, не придираться друг к другу, не обижать. Это ж тот еще труд. А людям вы когда последний раз помогали? Полы помойте в больнице, огород спашите вдове, накормите голодных в соседней деревне. На худой конец хоть книги переписывайте или делайте что-нибудь своими руками. Не успел в занозе что-то ангелу весомо возразить, как братья гурь-бой бросилась из пропавшего кизяком храма в деревню творить добро. Вернувшись, настоятель не мог нарадоваться. Крестьяне со всех окрестных деревень приходили, хвалили новых помощников. Братья теперь были тихие, послушные, все норовили сделать что-то хорошее. Бесовские искушения резко сократились, а насекомые куда-то делись. Только в храме все еще как-то странно пахло. Молодец, отец занозий. Не зря я на тебя надеялся. Вот что значит, когда по Евангелию-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова